Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 2 августа, день пророка Илии, назван в честь жития и чудес святого пророка Илии. Святого Илия, боговидец и славный ремнитель о Боге, беззаконных царей обличитель, оступившихся от Бога людей наказитель, ложных пророков казнитель, дивный чудотворец, которому повиновались стихии, которого слушало небо, великий угодник Божий. Он до сих пор пребывает воплоти и придет на землю перед вторым пришествием Христовым. Слово его, словно огонь, сильно и действенно. Народе говорили, что на Илью зима с летом борется. Этот день считали поворотом к зиме. На Илью и камень замерзает, и после него уже не купались в водоемах. И если кто купался, то утопленник будет. Подходило время сенокоса и уборки хлебов, а само сено считали наиболее полезным. Мол, в сене меда много. И на Ильин день не работали. Существовало верование, что святой может наказать человека неурожаем и болезнями. Также считали, что сегодня на белый свет выходят все гады и дикие животные, потому скотину не выпасали и самый меньший куда ходили. Сегодня, согласно распространенной традиции, спали на матрасах, набитой первой соломой на счастье. Радовались и тому, что ночи становились длиннее, одни короче. Говорили, что куни наедаются, а работник высыпается. Пчеловоды сегодня работали на пасеке, подрезали первые соты, прибирались в ульях. Приметы. Глухое громное Илью предвещает дождик, а громкий сильный лень. И беспрерывно гром гремит к дождю с градом. Если утром на небе много облаков, в следующем году будет ранний посев и ранний урожай. Если небо в полдень затянуло, то посев будет обычным. Небо затянуло тучами к вечеру, посев будет поздним, а урожай неважным. Если день будет сухой, то шесть недель будет сухо. Если будет дождь, то идти будет те же шесть недель. После дня Ильи не рекомендовалось есть землянику, чтобы не быть сонливым. Повышает потенциал вещество. Да, повышает. Он укрепляет также и организм слабого человека. Он придает специфический аромат блюдам, чем разжигает аппетит и упитывает тело. Давайте упитаем. Давайте упитаемся. То есть содержание биологически активных веществ повышен в нашем организме. Для этого мы с вами возьмем, это ты уже взяла? Да. Корень сельдерея, кстати, вот у нас кусочек есть один. Я уже чистил, да? Теперь отрезаем еще вот этот кусочек. Можно отрезать вот этот. Но он мытый, правильно? Корень, да, этот мытый. Поэтому мы начинаем с ним манипуляции, чтобы он просто-напросто сначала влез в нашу соковую морковку. Давайте. Итак, морковка у нас лезет, лезет. Так. Здесь побольше можно этого сельдерея. Да, сельдерея можно больше. Половина на половину с морковкой. Лучше всего одну часть сельдереевого сока и две части морковного. Ну, а, понятно. Папа. Столько. И сейчас попробую. Знаете, у меня пошла вторая волна послевкусия нашего сока с петрушкой. И в этой второй появилась какая-то горчинка. Это очень хорошее качество. Что такое горчинка? Если имеется послевкусие горчинка, это говорит о том, что все циркуляторные процессы, которые идут в организм, они начинают убыстряться. Именно горечь слегка подсушивает наш организм, что полезно для того, чтобы более стройно быть. И усиливать все процессы организма. То есть все будет быстрее. А именно циркуляция крови, перистальтика кишечника. А если у нас улучшается, убыстряется циркуляция линфы, значит этот сок, этот продукт способствует тому, что он будет нас лучше очищать. Кстати, все горечи в той или иной степени обладают дезинфицирующими свойствами. Чем больше горечь, тем больше дезинфицирующие свойства в данном продукте. Ну что? Так. Значит, вот наши... Ага, ты будешь пробовать. Да, и сравнивать. Ничего не перепутала? Хе-хе-хе. А, это мой сок? Угу. Ммм. Вот это явно слаже. Сельдерейевый, морковный, явно слаже. О чем говорит вообще сладость? Сладость, именно сладость говорит о том, что этот сок способствует тому, что он питает, усиливает, он полнит. Он вообще содержит очень много биологически активных веществ, и особенно натрия. Четыре больше, чем кальция. И знаешь, чем этот сок теперь отличается от предыдущего? Чем? Дело в том, что в результате варки, в результате приготовления всей пищи на огне, у нас кальций, который имеется в пище, он становится менее активным биологически. И он как накипь в чайнике начинает откладываться на стенках сосудов, в желчном пузыре, в почках и так далее. И для того, чтобы его растворить, растворить им надо, для этого нужен натрий. И натрий не простой, а вот именно биологически активный. И так как много в этом соке натрий, он мощно начинает вот эту вот растворяющую работу, с помощью которой очищает печень, почки и наши сосуды от отложений кальция. Самое знаю, что трубочку берешь, иногда там в самовар или еще девять, а она вот так вот вся покрыта стенкой. Да, да, да. Вот то же самое примерно у нас может происходить. От термической пищи, поэтому эти соки промывают наши сосуды. Откуда эта пища берется? Хлеб? Дрожжи. Дрожжи даже не берем. Не в этом дело. Хлеб, просто термически обработаем. Допустим, борщичок, там прочие там плюшки, что там еще. Легче перечислить, что не обработано термически. Вот, 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 все, что у нас не сварено или не запечено, все, что сварено и запечено, значит у нас этот кальций стал недоступен для организма. Значит он там может спокойно где-то отложиться и в камушек превратиться. Спасибо большое за открытие корня петрушки. Потрясающе вкусно и очень ароматно. А то, что это так полезно, меня, конечно, очень радует. Спасибо, Геннадий Петрович. На этом программе мы заканчиваем. Доброго здоровьица. Вторые лунные сутки. Интересно отметить действия лунных суток на человека. То, что ранее расшивяла приливная волна, идет на спа, на сжатие. И в сознании человека это проявляется эмоциями жадности, привязанности к вещам. А если это не удовлетворяется, то появляется раздражение и злость. Противоядием против действия луны служит обратная щедрость. Что касается питания, то сегодня можно отбирать продукты, которые будете использовать в течение всего лунного цикла. Ведь вкус продукта – это энергетика. И если ее не хватает, то нам больше всего хочется продуктов с определенным вкусом. Этот день подходит для очищения лобных и гайморовых пазух. И вообще, в этот день следует что-то начинать. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!